Клуб «Африка», который в свое время гремел, и многие называли его в электронно-клубном формате лучшим клубом Харькова, ну, по крайней мере, лучшим загородным клубом, возрождается. Много лет «Африка» была закрыта. Может быть, очень симптоматично, что именно Анну Ли, диджея из 90-х, привезли устроителей заведения, и так же, как и «Африка», она уже ветеран движения, но тем не менее, одна из лучших, а может быть и лучшая. Мы пытаемся собрать по максимуму людей, вернуть старую Африку, будем всеми силами стараться то, что у нас получится. Немножко обновились по звуку, по свету, построили новую сцену, пытаемся приглашать более-менее актуальных артистов. Честно говоря, для многих было неожиданностью, что Африка открылась. Сколько лет вообще была закрыта? Полноценно «Африка» не работала уже 6 лет. Будем делать, ну, пока одну вечеринку в неделю, то есть пятница, либо суббота. Я знаю, что у вас отношение к рейтингам такое, ну, почти отрицательное, да, наверное, но тем не менее, Анна Ли всегда попадает в какие-то первые тоже позиции, уже на протяжении, там, 20 лет. Скажем так, ни одной рамки дома на стене у меня нет. Была в разных всевозможных рейтингах, там, на топовых местах, но не в этом суть, считай, это все абстрактно и очень условно. Важно, что здесь, если вот ты живешь этим, тебя просто, не знаю, нереально прет, это передается. Ну и все, если ты занимаешься любимым делом, что еще нужно для счастья? Вам не кажется, музыка слишком жесткая? Нет, музыка очень классная. Да? Нас именно прет просто. А как же там, ну, не ангелы там какие-нибудь или что-нибудь такое? Это все ерунда. Транс, хаус – это настоящая музыка. Это круто! А сейчас будет Анна Ли играть. Классная вообще девушка, она классную музыку пишет, играет. Она просто драйвовая на самом деле, мы ее обожаем. А вы разбираетесь в музыке? Да. И вы разбираетесь, да? Я ее научила. Я всегда знал, что брюнетки заправляют, конечно. Для пятерочку. Фестивали рейвы и так далее, которые специализируются именно в транс-музыке. Я знаю, что Голландия, конечно, продвигает очень плотно, да? Ну, я бы сказала, именно Голландия и продвигает, а остальные постольку поскольку. Наверное, очень приятно жить там, все это ощущать на себе. У нас продвигать транс-движение не просто тяжело, а нереально. Тем не менее, слава богу, что есть люди, которые живут этой музыкой, которые готовы развивать, продвигать. Я помогаю таким ребятам, молодым, кто не сдается. Восьмого августа Стас Драйв в суппорте диджеев Digital Souls. Четырнадцатого августа у нас вечеринка. Да будет рейв, хедлайнеры By One Got The Free, Джельсамина МЛК из Киева. В суппорте Карпов, Алексей Захаров, Моцарт. Вот вечеринка, настроенная именно на движение, то есть это будет драйвовая музыка. Хотим продвигать бренд вечеринок, да будет рейв. Почему у нас профессия диджея, она какая-то вот такая молодежная, что ли, там взрослеет и все. Это тогда, как мировые звезды, наоборот, они за годами только набирают обороты, они становятся вот креативными, концептуальными, там и так далее. Ведь правда? Да, очень много взрослых диджеев и таких седых, каких хочешь. Они пишут музыку, они катаются с гастролями по разным странам. Мне кажется, это круто. Заниматься любимым делом, путешествовать одновременно, да, знакомиться с новыми людьми. Это классно. Если для человека это тяжело, наверное, это не его просто. Работа летних клубов зависит очень от погоды, все-таки, согласись, да? Очень. Это первая летняя теплая жаркая ночь в июле. Пока, по прогнозу, погода следующая уже тоже будет жаркая. Следующую субботу у нас будет выступать любимец Харькова, который давно уехал в Киев, Дэнни Причер. У нас будет вечеринка Back to the Future, то есть попытаемся вернуться в прошлое. Для старых лаберов, для любителей фиджета, который сейчас не играется нигде, Хаус, Техно, приезжайте, будем вас ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok